а здрасте всем друзья привет уленьки и у нас 22 ферма релизнулась для кого-то наконец-то кто-то ждал кто-то нет короче посмотрим ничего плохого в этом нет давайте в общем-то начинать пока что игра прямо ванильная не модов вообще ничего нету первая карьерка которая у нас будет не знаю на сколько она будет длинной скажем так будем просто знакомиться с игрой постепенно и начнем мы ее на новой ферме чтоб уже была какая-то стартовая техника можно было прям начать и сразу прямо работать а выбор у нас есть пока что три карты вот эта вот карта идет из 19 фермы из дополнения с альповой мы ее откидываем и есть в общем то еще два варианта это американская и европейская по ей не знаю дать на европейской может быть американскую тоже потом посмотрим модов друзья у нас пока что никаких нету единственного только делал фишечка за предзаказ так что в общем-то да погнали начинаем о у нас тут sims кто-то скажет что это прямо охренетительное нововведение мне она наверное скорее не надо чем надо короче у нас будет вот такой парниша надо ему придумать какую-нибудь классную прическу вот такую точно прическу я хочу можно можно выбрать цвет она будет белая отлично далее надо ему какую-то бородку полина как же на ущербно смотрится почему у него лицо вот здесь а щетина белая я понял ладно пускай будет белая щетина пофигу далее усики усики которых уже какой он страшно и ладно пойдет далее какой-нибудь одежду какой-нибудь да на самом деле это все дело можно кастомизировать но знаете настоящий фермер он должен быть вот в резиновых сапогах и в комбинезоне по другому никак ответственно футболку на штаны не меняются обувь можно сменить но резиновые сапоги это то что надо на их можно поставить кого более противного болотного цвета на самом деле мы же не будем за этим смотреть скорее в мультиплеере будет прикольно шапочку надо поменять кепка мне не нравится всякие брендовые штуки прикольно знаете что вот эту шапочку хочу или вот эту и тоже можно выбрать цвет во самый настоящий фермер далее перчаточки перчаточки надо снять потому что люди потом скажут что я скрываю короче вот эти вот руки потому что они вот такие и скажут что я расиста я не расист и очечь классная чечек короче вот вставим и подтверждаем аллилуйя не хотите начать краткий обзор на тур не хочу я 3000 часов наиграл в предыдущую версию чего вы от меня хотите время пока останавливаем и друзья давайте по настройкам на пробежимся сразу же он паровозик едет видимо нельзя но и ладно друзья давайте по настройкам до автосохранение вырубаем на хрен экономическую сложность поставим высокую дорожное движение тоже нахрен вырубаем сезонный рост до добавились новая фича сезончики я друзья не большой любитель игры сезонов но давайте ладно первое прохождение посмотрим сезонами один день у нас будет месяц снег включим уничтожение растений мы выключаем регулярную вспашку включим камни в поле он тоже новая фишка будет ломать нашу технику поэтому оставим известь включаем сорняки обычно я выключаю хотя на первое прохождение тоже можно включить грязь средний автозапуск двигателя выключаем лимит заполнения прицепа включаем насколько я понял новая тоже довольно таки интересная штука тут у всех есть какая-то грузоподъемность есть объем там прицепов и условно если что-то легкая типа не знаю пенопласта вы заполняете вы можете заполнить полностью кузов а если будете возить не знаю условно гвозди то полный объем вы можете не наполнить я не знаю как это работать я и не проверял что дайте оставим расход топлива стоит по умолчанию и вот эти вот все покупает на имя то мы тоже вырубаем здесь настройки в принципе наверно ничего не интересно да единственное посмотрим смена направления режима смены передачи посмотрим как это работает так что как то так у меня и руль и геймпад включены поэтому в общем то посмотрим можно в принципе сразу проехать первое друзья до графончик отлично на мой взгляд на 1 я сегодня пару часов поиграл на работе на ноуте но там правда графон в ноль было выкручено не в ноль а так себе короче ничего толком не изменилось ничего крутого я здесь вот реально не вижу принципе я так как бы не против мне в 17 ферме нравилась графика причем даже больше чем здесь здесь она как-то все ненатурально прям стала выглядеть мультяшника но об этом наверное уже многие сказали я знаете что не могу понять релиз игры перенесли то есть должна была быть 21 фермы и отложили на год потому что выходили консоли нового поколения и типа чтобы сделать супер крутой графон по крайней мере официальная версия была именно такая давайте пока поставим этого товарища заведем двигатель подсоединим эту штуку и никакой ручной коробки нету а как перекликнут слушать а мне не работает них наверно кнопочки типа тормоз но типа шифтер от g27 ничего не переключается и понятно друзья потом разберемся с этой херней ставим коробку автомат давайте более на геймпаде играю вот то что надо то что доктор прописал до разворачиваем комбайн тут вот звуки немножко изменились что мне в принципе нравится стало все такое скрипучие все прикольно вот давайте короче запустим работника пускай он есть собирает нам что у нас пшеничка растет так вот по поводу графона я ничего такого принципиально сильного вот не вижу ради чего и стоило откладывать игру для нового поколения я честно говоря без понять уж play of автодрайвов пока что конечно же нету да тут очень много людей говорили что будет автодрайв друзья автодрайва по дефолту в этой игре быть не может знаете почему я вам объясню это игра друзья в первую очередь предназначена для консолей а на консолях другая архитектура процессора давай подцепляемся слушать ну да звуки прикольные так вот там другая архитектура процессора абсолютно и и соответственно автодрайв на консоли работать не может в принципе и по дефолту в игре его тоже сделать не могут да здесь сделали умного работника которого можно отправить отвезти например урожай из базы на продажу чем собственно автодрайв и занимался но во первых я проверил он тупит во вторых скорее всего здесь в самой карте прописаны какие-то маршруты я очень сильно сомневаюсь что разработчики карт когда будут портировать ваши любимые расцветы и все остальное будут заморачиваться с этими всеми прописками манускрипты заморочиться в этот я прям не сомневаюсь а карты типа рассвета мне кажется такого ничего не будет вот но работник честно говоря но типа пока на полях будем работать его хватит уж ты конечно появится не сильно скоро скорее всего хотя кстати моду и портируются из 19 фермы намного проще чем из 17 дита но движок остался и графон тот же самый поэтому тут остается много чего точно такого же вот так же друзья давайте посмотрим сразу нововведения обратим на них внимание первое конечно же это сезоны здесь есть удобная графа действующих работников он делает то есть если мы отвезем кого-то можно кстати отсюда прям и дать задание трактору возить вот этому дать работу смотреть как это работает загрузить и доставить перейти просто куда-то проехать это понимаю вот сюда вот мы поставим он сюда приедет прикольно в магазине что-нибудь новое купил он приедет доставить то есть это понимаю мы сами вручную разгружаем комбайн и он ездит на разгрузочную станцию куда-либо это доставляет ну и загрузить доставить это загрузить из определенного бункера вы просто его в меню здесь выбираем выбираем что загрузить и разгрузочную станцию ну и конечно же один раз или постоянно ему кататься но у нас пока нет урожая короче мне не очень понравилось как-то работает он реально тупит и у меня он врезался в дерево может быть доработают а может быть и нет я пока не не сильно понимаю по какому алгоритму он то ли эти карты все прописаны то ли там прям искусственный интеллект как-то выбирает маршруты вот значит начинаем и новую карьеру да у нас тут в имениях есть три поля вот это поле надо закультивировать и известью посыпать нам надо будет обязательно технику от обновлять но я думаю что мы начнем с того что сначала соберем поле продадим урожай еще надо будет собрать солому обязательно для этого надо будет купить себе прицепчик давайте посмотрим что есть в магазине как он вообще работает чем он отличается и так далее значит первая графа по маркам это понятно это уже все давно было дальше транспорт разделен точно так же как и было а он даже самые те же самые картинки используются есть тут много прикольных маленьких тракторов которые мне понравились вот вот это вот что ты сука такое и знаете я загуглил вот такой трактор реально есть и выглядит он точно так же не знаю зачем его вообще природе создали если кто знает вообще напишите в комментариях но он узкий да наверно может в этом есть смысл но я пока слабо понимаю зачем точно так же друзья здесь меняется колесики различные двигатели и так далее из нововведений номерная плашка я думаю что со временем выйдет мод который будет делать например российские украинские белорусские номера там казахские или казахстанские простите не знаю наверно казахские правильно но простите не знаю как правильно здесь можно все что угодно написать и соответственно прикрепить на технику в общем-то трактора здесь есть всякие прикольные много старья всякого добавили насколько я успел посмотреть что тоже хорошо все что выходило в deal сишках на прошлую ферму она здесь все по ходу есть например вот этот со одной из самых последних было ротный пак тут в общем-то я думаю все понятно есть новые новая всякая техника типа виноградная технология для сборщика винограда оливки новые культуры да все про это знаем так что тут понятно но и разные до какой-то light вольф и я не знаю это типа отвал для силосной ямы я так понимаю а до заравнивать используйте перемещение сечки и силоса а также для смятия куч в элеваторах может быть что-то новенькое я друзья пока еще не во всем разобрался будем разбираться по ходу пьес также вот камни уборщики есть новая штука наверно такую штуку надо будет все тоже брать сейчас сразу сходу мульчеры мульчерами можно принять временать жневье идеальный инструмент для выращивания винограда и олив короче тоже еще разберемся пока не будем ничего брать катки катком можно повысить качество верхнего слоя почвы на полях этим мы еще тоже разберемся к просто берем урожай посмотрим что по финансам что много чего надо будет докупать так вот далее дальше у нас идут объекты то есть поддоны мешки поддоны тюки тут в общем то ничего нового единственным мешков наверно по дефолту не было если вдруг кому-то интересно то вот они вот такие вот всякие корма дальше новая штука которая мне пока что очень нравится я не знаю буду ли ей пользоваться на идея очень хорошие наборы то есть есть набор зерно и нам тут предлагают все что нужно для того чтобы заниматься зерном то есть трактор комбайн жатка зерновая с прицепом прицепчик для трактора культиватор селка и в принципе больше еще и семена конечно же тоже самое касается абсолютно всех других культур для сена трактор косилка сена ворошилка тюкалка в общем то то что надо так что это прикольно также новые фича это продажи поддержанного транспорт и смотрите какая тут что классная штука есть она бана кстати по факту той нужно но на 40000 зараза стоит ее в аренду взять нельзя кстати не посмотрел можно ли арендовать технику надо арендовать технику все нормально лужную технику арендовать нельзя логично вот есть короче бушная техника которая стоит чуть подешевле чем что-то чуть подешевле что-то прилично дешевле да мне вот эта штука тоже нравится может быть что-нибудь когда где-нибудь оттуда будем покупать. Единственное, что правильно идет с износом, поэтому еще надо будет разобраться, как износ здесь влияет. Также далее у нас идет графа в собственности. Здесь нам показывают то, что у нас есть. И здесь все разделено по группам. Я, честно говоря, еще не понял, удобно это или нет. С одной стороны, можно будет выделить все сейлки, которые у нас есть, если мы, например, сейлки захотим обновить. С другой стороны, все это по группам надо будет смотреть. Также в аренде у нас, разумеется, ничего нет. Модификации, дополнения. Видимо, все в отдельной группе будет, Что тоже в принципе удобно Поставил мод на трактор, не надо будет искать его в графе Также здесь у нас идет перекупщик животных Нет амбаров, понятно, пока мы не можем это посмотреть Гардероб, можем изменить своего персонажа, что классно Стройка, это всякие покупные объекты И здесь на самом деле очень много всего есть И оно тоже разделено по группам, что мне нравится Также есть производство И будут всякие производственные цепочки у нас, насколько я понимаю И это прикольно Хотя на самом деле я больше люблю, когда оно на карте уже все стоит Я не очень люблю все это дело строить Но здесь на карте что-то уже есть Поэтому с этим мы разберемся Ткацкая фабрика, короче много всего Также есть теплички, правда теплички сделаны как-то, как по мне, не очень круто Ты туда чисто воду привозишь и они работают И приносят вам все Это не очень круто Есть фруктовые сады, виноград и оливки Тоже мы с этим еще разберемся, все обязательно посмотрим И генераторы По-моему в 19 ферме это дело выпилили Короче ветрогенератор, который ты ставишь И он будет приносить вам пассивный доход В общем-то с этим понятно Животные ангары для животных, коровы, лошади, свиньи, овцы, куры Плюс еще пчелы у нас появляются, что тоже, кстати, будет влиять на урожай Некоторые, да, про это читали И прочая будка для собаки Больше ничего нового, да? Загон для лошадей Для 5 лошадок 8-14 Большая конюшня Классно Также есть украшения, всякие заборчики Может быть кому-то Слушайте, а тут мы прям много всего завезли Раньше такого не было И, конечно же, терраформинг Деревья можно сажать Классно Вот это тема Вот это мне нравится Старая ель Садил за 2200, спилил, продал подороже Может быть так оно и будет работать В общем-то, это мне пока нравится Мы на самом деле сегодня в Дискорде общались Ой, слушайте, там надо разгрузить комбайн Пока что нет инспектора Поэтому неизвестно, сколько у него там зерна Хотя, с другой стороны, у него вроде как бункер больше, чем этот прицеп Опять-таки, на старте, что мне не нравится Как и в 19-й ферме Неподписанные культуры, то, что находится у вас в прицепе Я, например, человек тупой Я не понимаю, пшеница это ячмень, овес или что это Я по этой картинке не могу это определить Понятно, это дело, друзья, еще поправится Я не сильно по этому поводу переживаю Но, короче, у нас была теория, что я, наверное, один из единственных Кто буду прям хейтить эту игру Но, на самом деле, она мне не вызывает такого негатива Вот как ожидалось Пока что мне нравится Единственное, тут, конечно, заняться пока сильно нечем Но от этого никуда не денешься Все сырое, скорее всего, будет много багов и так далее В общем-то, по магазину мы прогнали Это тут все понятно Что у нас есть на этой карте? Тут есть железная дорога, вроде как даже есть переключение на поезда Карту нам покажите, пожалуйста Карта вообще выглядит... Ну, знаете, стандартные карты мне обычно нравятся Они хорошо всегда сделаны Тут есть несколько предприятий уже Сейчас мы что-нибудь найдем Арендовать поезд можно Классно Плотницкая Там, видимо, будем пилить и что-то получать Станция погрузки извести Северный бункер Теплоцентральное биотопливие Заправка Газин Обработка винограда Надо ли покупать в имущество вот это? Большой вопрос Пока нет денег, мы не разберемся Так, пока ты там на этой стороне посевов Погнали тебя разгрузим Это у него он уже, проблесковый маячок моргает Значит, у него больше 80% Стой, падла Открывай трубу Ну, остановись, пожалуйста Ну, остановись, пожалуйста Спасибо тебе, дружище Давай, разгружай Вот, в имениях у нас есть, значит, три поля Ну, и будем потиху, наверное, сеять Убирать урожай Больше тут пока заняться нечем В животных выйдем Посмотрим заводы Я думаю, что будет интересно, по крайней мере Разберемся еще с новыми механиками А вот, кстати, про что я и говорил По массе у нас максимум На 90% мы пшеницу заполнили Но по массе это максимум Это довольно интересно Мне нравится эта механика пока что Звуки лучше сделали, чем в 19-й ферме Мне нравится тоже Ну и, что ты не выгружаешься А, я неправильно подъехал Я понял Интерфейс, кстати, тоже новенький Вот мне нравится больше, чем в 19-й ферме Он такой какой-то весь синенький, приятный Высыпаем пшеничку Да, кому-то может показаться, что в сегодняшней серии Не произошло прям ни хрена Мы только уберем поле Но ничего страшного Мы не только уберем поле Мы еще много чего посмотрели И это важно У меня пока нет идей, как мы будем развиваться И нет у меня пока идей Насчет как дружить с сезонами И сколько времени нам придется вообще мотать Есть вероятность, что захочется мне эти сезоны отключить нахрен После первого же сезона После первого года Благо это можно сделать Я больше всего переживал, что нельзя будет это сделать И тогда я скорее всего не играл бы в эту игру Так, вроде в нем ничего не осталось Давай пока стой здесь Что мы еще можем посмотреть, пока он убирает Календарь урожая Сделано абсолютно точно так же, как в моде с сезонами Прям один в один Единственное отличие от моды сезонов Пока которые я заметил Это месяца подписаны нормально Единственное год начинается в марте А не в январе Но ладно, кто мы такие Это у них в Европе может быть так и задумано Интересное, довольно хорошо оформленное Меню по прогнозу погоды Что тоже классно Мне нравится Далее Цены Тоже удобно сделано В принципе все подписано Выбираем культуру И справа у нас показывается Где у нас что находится Есть еще такая штука Показать колебания цен Но это в общем-то тоже к сезонам относится Далее Раньше Финансы То же самое, что у нас было раньше Абсолютно кредиты Животные у нас пока нету Но скорее всего там будет то же самое Контрактики О, кстати, можно будет контрактами заниматься Почему бы и нет По контрактам изменения вижу Из того, что мне нравится Теперь все по группам То есть опрыскивание Сбор урожая Удобрение Соответственно там культивация Пахота Это тоже все будет Именно так Далее Цепочки производства Насколько я понимаю Когда появятся заводы у нас Тогда и что-то здесь интересное появится Статистика точно такая же Как и было раньше Какие-то тут коллекционные предметы Надо будет собирать С этим мы тоже еще разберемся Лет в игре Ну это для сезонов Понятно Далее настроечки В общем-то тут И справка Да, справку Вот я ее прочитаю целиком И полностью Возможно не один раз И вам советую Также, кстати, по настройкам Меня часто спрашивают Мои настройки Геймпада Как подключить геймпад Так вот я, короче Вот сейчас вот вам пролистаю То, что X-Input геймпад Это мой геймпад Соответственно настроен Кнопочки LS RS X A Y Короче, как в Xbox RT, LTE и так далее А G27 Это мой, соответственно G27 Экран стройки LB плюс Back Надо будет посмотреть Что это такое Вот, соответственно Настройки у меня все стандартные Прям тут ничего такого нету Я не знаю Зачем вот это вот все Настраивать на руле Но оно есть Короче, если вдруг Кому интересно То вот они Я вам сейчас показываю Потому что вопросов Будет еще точно куча Буду отправлять всех сюда Получено достижение Для себя Кстати В стиме дохренища Ачивок Я вот не знаю Сейчас UBS Захватывает вот это окно Или нет Но здесь 45 достижений Это класс Я люблю Когда много достижений И заниматься подобной херней Так вот Настройки в общем-то Такие вот Ты Не знаю Кому интересно Прям настроить Как у меня Нажмет паузу Я думаю Тут все понятно Далее Что у нас Происходит Паровозик едет Я его хрен догоню Нету мода На быструю скорость А жаль А жаль Ладно Сейчас там закончится уборка Погнали разгрузим Наш комбайн Вообще Есть вот это вот Положительный Такие вот момент Когда новая ферма Выходит И ты все делаешь Ручками Без всяких курсплеев И сам на полях Еще немножко катаешься Хотя Мы точно с работником Будем больше Взаимодействовать То все В тебе ничего нету Аааа Я даже знаю почему Потому что двигатель Заглушен И он Заглушенным двигателем Не это самое Не высыпает Вот мы двигатель заводим Он начинает высыпать С одной стороны Конечно правильно сделано А с другой Не знаю Привычнее было так Как раньше Вот Все высыпаем Трубу отодвигаем Двигатель глушим И пускай он Пока стоит здесь А мы наш весь урожай Поедем И отвезем На элеватор Непривычно в ферме Слышать как передачи Переключаются У меня такого не было Так Выгружаем пшеничку А и он С заглушенным двигателем Он даже не выгружается Но В принципе Это правильно И логично Что у нас находится здесь Насколько я понимаю Здесь у нас Типа сеновал Да Сеновал Бункер пуст Да мы сможем там Соломку сена Силос Всякую вот эту вот Траву высыпать Здесь у нас Навес Прицеп для сжатки Вообще Кстати Показывается Вот Прикольно Что справа показывают Я знаю что есть Такой мод на 17 ферме Это не новье Но это прикольно У меня его не стояло Здесь мы будем водичку Набирать У нас в имениях Еще есть Дом Насколько я понимаю Может быть здесь будем Время мотать Да Выберите до каких пор спать И Знаете что сделано Хорошо в отличии От предыдущей Сон И время Моментально мотнулось Тоже классно Вот что мне нравится Сделано Так О Здесь можно Принарядиться То мы ставим Не сколько часов спать А до какого времени И это удобно На мой взгляд Ладно Мы глушим Пока стой здесь Друзья В общем то Короче карьера Понятно Начинается Будем с вами смотреть И постигать вообще Азы этой игры Смотреть новые механики И как то развиваться Заплатили тысячу За то чтобы убрал поле Заработаем столько Так вот Будем смотреть новые механики Новые моды Будут короче гайды Все будет короче На канале Да Поэтому чтобы это все дело Не пропустить Подписывайтесь на канал Это примерно так работает Да Лайки Комментарии Для ускорения выхода Видео Приветствуются Спонсорам друзья Огромное спасибо за поддержку Для спонсоров У нас идет контент И по расписанию Прямо А по мере записи И возможно Его сейчас будет Может быть даже больше Чем нужно Поэтому Кто хочет Жениться А это в бункере Показывается Классно Мне нравится Пока что Я в целом Игрой больше доволен Чем не доволен Если они Не угандонили движок И мододелам Не станет тяжелее Делать моды Как это было С переходом С 17 на Так А давайте-ка мы Сохранимся Сохраниться Да Мне просто интересно Если мы решим Поспать До 9 утра А это вот так Вот он спит Прикольно Че мы так долго Дождь прошел Короче да Сутки он промотал Понятно Ну давай Быстрее спи Че ты так медленно спишь Короче я понял Это не моментально Но Ладно И вот 9.01 уже сентябрь Но я потом загружусь С прошлого сейва Сохраняться не буду Продолжим на том же месте Мне просто интересно было Да Так вот Что я хотел сказать Короче будет весело Поэтому подписывайтесь на канал И все остальное С вами был Никита Дилей Друзья Всем огромное спасибо за просмотр Всем покаки Субтитры сделал DimaTorzok